всем привет с вами кекс и сегодня я хочу показать вам еще один вид кулича который я делал это кулич с маком я делала их несколько разновидностей покажу вам три варианта как я скручивала свои куличики для того чтобы они получились очень интересными снутри и такими же красивыми они у вас тоже получится и снаружи и внутри это такие куличи которые не стыдно понести и в церковь и порезать на столе с гостями они очень красивые вот такие вот зигзагами внутри если вы положите больше маковой начинки то они будут еще красивее собственно я ложила не так уж много просто для того чтобы показать что они внутри получаются вот такими вот полосочками по разному давайте для начала сделаем тесто тесто у нас здесь практически стандартно я подогрела молочко немножечко молочко добавила чайную ложку сахара и сюда же я добавлю дрожжи дрожжи это у меня были из морозилки они очень хорошо если они у вас там пролежали не так долго они очень хорошо потом и после морозилки работают дайте им только немножечко разморозится и они будут у вас отлично выручать потому что не всегда уходит целая пачка дрожжей теперь пока у меня подходят дрожжи я перемешала их стаканчики до однородности и пока они у меня вместе с сахарком там дружат с теплым молочком я очень быстренько смешаю все остальные ингредиенты это тесто очень простое я добавила сразу сметану сметану насыпаю сахар кладу туда также ванильный сахар и растопленное сливочное масло но не должно быть горячим слегка теплым также у меня указано полтора яйца я ложила одно целое яйцо и один желток белочек у меня уйдет для украшения моих куличей также сюда я добавляю 25 миллилитров коньяка коньяк можно не добавлять это уже по вашему усмотрению посмотрите какие у меня уже стали дрожжи они стали как такая пена сплошная это прошло буквально минут семь десять не больше берите стаканчик побольше потому что они очень сильно подходят и ставлю это все перемешиваться тем временем я еще просеяла муку муки я сразу просеяла где-то с полкило и потом она у меня уйдет или вся или уже я посмотрю по консистенции теста когда буду замешивать на столе когда мои ингредиенты все перемешались начиная порционно вводить муку за несколько заходом моя мука полностью войдет в тесто если вы не добавляете коньяк то у вас может уйти и меньше муки или больше вы будете консистенцию контролировать уже своими руками это тесто не должно быть забитым у меня за счет того что была дополнительная жидкость в виде коньяка тесто сейчас довольно пластично хотя у меня еще в мисочке осталось может грамм 50 муки которую я еще не вмешала вот такое вот мягкое тесто у меня получилось эти 50 грамм я стала для того чтобы вымешивать на столе и уже буду видеть понадобится мне еще или нет вот я высыпала эти 50 грамм и выкладываю тесто я тесто долго не перемешивала в комбайне буквально до того чтобы у меня там растворился сахар это буквально заняло пару минут тесто потом на столе нужно помесить еще минут 5-7 дрожжевое тесто очень любит чтобы его руками выминали так сказать и соответственно она станет более нежным пластичным и эластичным после этого у вас я не указывала в рецепте подсолнечное масло мы в само тесто его не добавляли так как оно у меня будет уходить на смазку рук при вымешивании тесто довольно мягкое и поэтому чтобы она не липла у нас к рукам и к столу можно и стол и руки подсолнечным либо сливочным маслом но лучше всего подсолнечным с ним намного удобнее работать добавлять на ручки в принципе сюда можно вмесить даже 3 столовые ложки поэтому вы не переживайте что у вас много этого масла уйдет если нужно вот смазываю стол слегка или ручки с тестом работаю быстро чтобы она не успевала у меня пристать и мешая его она довольно хорошо отходит от стола но при этом она довольно мягкая вы видите я еще припыляю немножечко мукой которая уже не указана у меня в рецепте ушло у меня чуть чуть больше чем 500 грамм ну вот такое вот мягкое и нежное тесто получилось теперь в чашу там где у меня вымешивалось тесто можно взять любую другую чистую новую не важно абсолютно здесь я туда наливаю буквально столовую ложку подсолнечного масла и отправляю свое тесто туда подходить для того чтобы тесто у меня не обветрилась сверху я возьму обычный пакетик новенький и сверху на него тоже капельку масла поставлю абсолютно капельку просто чтобы у меня пакетик не пристал к тесту и размазываю масло по пакетику пленку пищевую не советую использовать вы ее не положите в стык а если положите она у вас может пристать к стенками мешать подходить тесту а пакетик в этих случаях очень хорошо выручает тесто я накрыла и поставила минут на 40 тире час подходить в теплое место температура градусов где-то 40 у меня это была слегка включенная духовка внизу а вверху я поставила подходить тесто то есть не в самой духовке а сверху как бы на плите но у меня газовая духовка у меня не позволяет там сделать 40 градусов также я сюда буду добавлять изюм его можно не добавлять если у вас будет много маковой начинки но у меня еще раз повторюсь маковой начинки не сильно много поэтому я решила чтобы мои куличи не были пустыми добавить туда еще изюма приминаю хорошенько тесто не боюсь его нарушить разминаю чтобы хорошо распределился мой изюм внутри тесто это получается очень удобным за счет сметаны и масла поэтому оно подходит дольше чем обычное тесто которое мы делаем допустим на пирожки дрожжевое поэтому оно будет у вас подходить ну ближе к часу можно тесто растаивать два раза я делаю это только один раз то есть второй раз она у меня будет подходить уже в формах а можно дать ему еще раз подойти теперь я разделила свое тесто на три части у меня три формы одна маленькая и две побольше я буду делать три разных кулича с тремя разными видами заворотов так сказать поэтому разделила на одну чуть побольше часть одну маленькую и одну среднюю как то так теперь мне нужно раскатать мое тесто это у меня будет тот кулич который самый большой его я буду делать так сказать изнаночным вы посмотрите о чем я имею в виду тесто раскатываем не очень тонко ну смотрите как вам нравится и смотря сколько у вас начинки предварительно стол я смазала подсолнечным маслом и скалку тоже смазала подсолнечным маслом лучше всего катать от центра к периферии так сказать можно купить готовую маковую начинку можно взять перетереть мак есть и такие специальные как мясорубки можно в кофемолке и потом этот мак залить немножечко кипятком добавить туда сахара вот можно сделать самому начинку я покупала готовую начинку у нас в АТБ продается уже готовая туда только нужно было добавить кипятка чтобы эта начинка была влажная теперь я скручиваю свой рулет можно также сюда добавить каких-либо орешков жареных лучше всего сюда подойдут и либо миндальные орешки либо фундук либо грецкий арахис не советую теперь вот получилось у меня вот такая колбаска я ее приминаю по краям чтобы она была ровненькая и ножом прорезаю может кто смотрел как я делала сдобные булочки с маком я уже делала такой маневр я уже прорезала и делала изнаночные такие разные плетеные штуки режется не совсем хорошо потому что у меня здесь изюм вот но это не мешает и потом никак не скажется теперь заворачиваю это все не прорезаю вы заметите не прорезаю я до самого конца чтобы у меня не было полного разрыва заворачиваю я так чтобы маковые вот эти вот полосочки у меня были снаружи чтобы это было видно потом у нас на самом куличе поэтому выворачиваю вот так вот его чтобы оно у нас было снаружи обязательно вот так вот складываю и хвостик прячу в центр чтобы у меня был вот такой ровненький кулич форму я пергаментной бумагой застелила внизу и по бокам ничем не смазывала потому что она у меня силиконизированная если вам нужно и у вас пристает к бумаге то смажьте ее еще немножечко подсолнечным либо сливочным маслом следующий вариант я точно так же раскатала закручивая свой рулетик но здесь я его провязать уже не буду здесь у меня не будет видно мака снаружи больше будет похоже на обычный классический сверху кулич пасхальный а внутри он будет с красивыми маковыми полосочками слегка я защипываю его делая его более круглым для того чтобы он у меня подошел и был более ровным по возможности смотрите сколько вам даст тесто чтобы оно не разорвалось у вас и не было сильно видно мака и вот такой вот кругляшочек точно так же сажаю форму и оставляю подходить его слегка приминаю чтобы она у меня влезла и делаю туда вот так вот следующий вариант у меня это будет в узенькой такой маленькой формочке поэтому здесь я катала маленький такую колбаску и не сильно ее брала длинную чтобы она у меня получилась потому что я буду столбиком ложить как бы в длину у меня эта колбаска вот так стоять будет я ее никак не скручу и не буду ложить боком она у меня будет в длину слегка тоже примяла кончик чтобы он был ровненький и сверху можно было кулич покрыть глазурью и он был красивый вот мои куличи их оставляю я подходить там же в теплом месте сверху можно прикрыть их полотенчиком для того чтобы они в темном месте были и это где-то пройдет еще минут сорок тоже тире час и вот мои куличи подошли они выросли чуть больше чем в два раза даже и они у меня еще подойдут в духовке тесто получается очень однородным в меру пористым красивым я вам в общем в разрезе уже показывала еще покажу в конце теперь ставлю мои куличи выпекаться в духовку маленькие я достала где-то через полчаса в духовке у меня 180 градусов а большие я еще прикрыла сверху фольгой чтобы они не подгорали а пропеклись и они у меня простояли еще минут 15 то есть в общем где-то минут 45-50 нужно большой кулич я буду присыпать только сахарной пудой я не хочу его покрывать глазурью и прятать вот эти его красивые такие зигзаги то есть чтобы он у меня вот таким вот остался можно вообще его ничем не присыпать но очень красиво когда он таким будет еще как снежочком у вас вот он не присыпанный и вот если его присыпать то есть смотрите сами как вам нравится другие куличи вот они получились у меня вот такими ровненькими красивыми хорошо поджарены верхний вот этот у меня чуть-чуть пристал к верху духовке я его поставила наверх я не ожидал что у меня так хорошо поднимется поэтому там чуть-чуть он пристал я взбила глазурь здесь у меня тот белок который мы оставляли с рецепта и где-то 150-180 грамм сахарной пудры в конце добавила щепотку лимонной кислоты для того чтобы не было приторно и взбивала я это миксером для того чтобы масса моя была более воздушная а не вилкой или ну хотя в принципе можно и вилкой раньше мы так и делали я обмазываю свои куличи слегка и встряхиваю для того чтобы немножечко выровнялась сверху поверхность и он не был вот таким вот шершавым потому что сверху я по нему буду опять-таки глазурью рисовать поэтому хорошенько его встряхиваю насколько мне дает потрусить его очень нежная и мягкая текстура моего кулича вот вы видите он слегка выровнялся даю им полностью высохнуть по возможности для того чтобы поверху можно было рисовать а остаток глазури я покрашу в розовый и в зеленый цвет для того чтобы сделать там цветочки и листочки я думаю вы уже сталкивались с таким в видом техники как рисование глазурью поэтому сильно заглубляться не буду но все же покажу у меня вот здесь уже покрашенная пищевыми красителями в одном гелевом другом сухом я красила то есть разницы не имеет каким красителем красить жалко что здесь не видно я здесь просто просто рисую лепесточек беру кисточку смакиваю ее чуть-чуть водой и растушевываю от лепесточка как бы прокрашивая его слегка подтягиваю к центру сейчас я здесь сделаю побольше лепесточков сразу и уже покажу вам более наглядно как я это делаю может кто не видел вот я сделала такой пятилистник кисточку не нужно брать очень мокрую потому что у вас поплывет глазурь и вот так вот берете от лепесточка и вот так вот подтягиваете к центру делаете так сказать амбре у вас получится в первом лепесточке я посадила очень много глазури внутри ее можно просто убрать влажной кисточкой и взять допустим кухонное полотенце либо неважно какую тряпочку и просто на нее вот так вот убирать лишнюю глазурь также сюда я сделаю несколько листочков для того чтобы не было все однотонно можно делать и однотонные несколько листочков цветочков неважно что вы сделаете зигзаги узорчики все что угодно здесь можно я просто от руки неважно как рисую листочек здесь я взяла такую более длинную кисточку там у меня была такая как плоская а это более длинная двоечка колонок если я не ошибаюсь неважно какую вы возьмете просто тоненькой кисточкой на листиках красивее будет они как продолговатые такие как жилочки будут красивые можно потом прорисовать еще пищевым красителем контур но я считаю этого делать не нужно потому что так наши листочки и цветочки получатся более нежными и точно так же вот протягиваю слегка влажной кисточкой можно ее увлажнять больше и меньше вы уже контролируете степень сколько вам нужно растягивать насколько вам нужно чтобы размягчалась глазурь потом она у вас подсохнет где-то минут за 15 высохнет и будет все очень красиво так я разрисовала оба своих кулича вот это тот который побольше который я только что показываю я добавила там еще несколько листочков цветочков вот такой вот кулич у меня получился я думаю он понравится всем вашим родным и близким а на маленьком куличе я сделала просто большой такой цветочек и вокруг такие небольшие зигзаги, точечки не важно что вы сделаете вот мои три кулича они получились очень вкусными сдобными, однородными, пористыми как внизу так и сверху сейчас я их разрежу, покажу вам а вы уже выбирайте какой метод вам больше нравится как заворачивать вы уже смотрите в этом куличе получается мы его когда сворачивали то есть мак у нас был как бы сверху а внутри более пусто потому что внутри у нас как бы не было мака весь мак был снаружи вот такая вот получилась у нас она внутри с полосочками сейчас еще раз разрежу, покажу вот такой вот красивый у него узорчик получается на вкус мак очень влияет он очень делает таким нежным наш кулич и ароматным обязательно попробуйте сделать кулич с маком также сейчас разрежу и другие свои куличи там где мы уже по другому сворачивали давайте с маленького начнем куличи очень мягкие поэтому советую их резать ножом для хлеба так будет удобнее здесь мы ложили колбаску как бы в длину вот поэтому здесь у нас вот такие полосочки в длину но тоже очень красиво и эффектно смотрятся эти полосочки в длину они зато будут у вас полностью равномерно по всему куличу и следующий кулич здесь мы его скручивали просто скручивали колбаской и эту колбаску скручивали улиткой и ложили так в форму поэтому здесь такими как кружавчиками вы видите вот такими кружавчиками завитками улитками получается потому что была у нас такая колбаска сложенная тоже очень эффектно получается очень красиво если у вас будет больше мака соответственно будет больше начинки и тоже очень вкусно вот такие красивые куличи получились у нас если вдруг что не понятно обязательно спрашивайте под видео я думаю что я постаралась ответить на все ваши вопросы присоединяйтесь к моей группе вконтакте обязательно ставьте пальчики вверх под видео делитесь моим видео с друзьями а с вами был гекс до новых встреч пока 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 пока